Девушки отдыхают О, Глажка, душа окаянная Опять холоду в дом напустила Заберет тебя ледяная дева Будешь в поле ледышкой стоять Да народ пугать Глажка! 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 Маша! 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 Хучий наш! Господи! Спаси меня, грешный! Господи! Да светится имя твое! Это она, ледяная дева! Все несчастья в деревне от нее! Ужас какой! Только посмотрите! Кошмак! Так это надо бы того позвонить куда следует-то! КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИ КОНЕЦ 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 И вотестно... КОНЕЦ 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 Добрым словом, пистолета можно добиться больше, чем просто добрым словом. Если здесь и были следы, местные все затоптали. Вот, Гай, никогда не знаешь, что пригодится на рабочем месте. Ты мне лучше про трупы расскажи. Я жду, пока все оттает. Подробные результаты, Галина Николаевна, будут, когда все оттает. Личности установлены. Людмила Политаева и Архип Чечкин. Оба местные жители. Ну, у Политаева, я смотрю, тупая травма головы. Возможно, это и оказалось причиной смерти. А у Чечкина никаких видимых повреждений нет. Вот только... Это ссадина на лице. Похоже на удар кулаком. Ну, больше скажу после вскрытия. Пробы воды я уже отдала в лабораторию. У пропавшего Митрофанова здесь и дом, и участковый пункт полиции. Ну, похоже, ему помогли исчезнуть. Ну, после такого теплого приема от местных, я не удивлюсь. Здравствуйте. В селе Малые Ельцы найдены два трупа, превращенные в ледяные статуи. Участковый, сообщивший о страшной находке, исчез. Местные верят, что всему виной ледяная дева. По преданию, именно ледяная дева замораживала людей заживо. Оперативники находят участкового. Он прикован наручниками в собственном подвале. Обычная колодец нова, да? Ну, ты думала, дева их дистиллятом замораживает. На одежде обоих убитых волчьей шерсть. У ледяной девы еще и волк в помощниках. В легенде об этом ничего не сказано. Разве что консервированный. Шерсть подвергалась кустарной выделке. Какой-то очень старый рецепт без применения современных химикатов. А вот это уже интересно. На пуговице Чечкина отличный отпечаток. Да наши же мужики меня и скрутили. Моими же наручниками приковали. А ключи спрятали. Говорят, не буди лихо, пока оно тихо. А то следователи понаедут, а она потом полдеревни выкосит. Кто она? Так дело ледяное. У нас тут ее все боятся. И бабы, и мужики. Даже больше, чем полицию. Видите, даже меня вам в потол посадили, чтобы беды не вышло. Хорошо, хоть Машка соседка пожрать принесла. А так ведь с поводу бы и помер. Зря они полиции не боятся. Надо провести здесь парочку показательных арестов за препятствие следствия. Чтоб не повадно было. Да нет, не надо. Не надо. Они ведь не со зла. Со страху. Ну, суеверный народ. Замораживание тела смазало всю картину. Могу точно сказать, что было оно уже посмертным. Точное время смерти определить затруднительно. Но вроде бы по причинам все ясно. Травма Политаева была получена в результате падения с высоты собственного роста. Она упала и ударилась головой обо что-то. Это и послужило причиной смерти. Несчастный случай? Возможно. А вот Чечкину на всякий случай я сделала сканирование мозга. И вот обнаружила вот это белое пятно. Субарахноидальное кровоизлияние? А причина? Разрыв аневризма мозговой артерии. Очевидно, его спровоцировал тот самый удар кулаком в скулу. То есть здесь убийство? Ну, не совсем. Чечкин много пил. Сосуды у него были слишком изношены. Из-за постоянного злоупотребления алкоголем. Разрыв аневризма был вопросом времени. Примерно через час после драки Чечкин потерял сознание. Если бы его вовремя нашли, за его жизнь можно было бы поворотиться. Но, увы, замерз насмерть. Такие две разные смерти. И один итог. Ну, кое-что общее у них все-таки есть. Высокий уровень адреналина в крови. Их обоих перед смертью что-то сильно испугало. Понял. В лаборатории выяснили, что отпечаток с куртки Чечкина принадлежит мужу Политаевой. А ну, конечно. Людька, она ж каждый день квасила. У нее у кого шкалик, тот и друг сердешный. А Политаев-то об этом знал? Захар-то? Да. Знал. Лупил ее нещадно. И дружков ели. С кем поймает, тех и метелит. Архипет по разу тоже доставалась. У Политаева в доме где-нибудь может быть волчья шерсть? А как же? У Захара ж дед был охотником. У него этих шкур полон дом. Не знает, куда девать. Он даже кресло мотоблока оббил для форса. Только, только это не Захар наших-то заморозил. А кто? Ну, как-то кто? Баба ледяная. Ну, ты даешь, Федор Матвеевич. Ну, мужики твои люди суеверные. Но ты-то. Ну, а ну, конечно, вам в столичном виднее. Не пойду. Да это баба ледяная твою Люську там в ледышку превратила. А ты здесь бухаешь. А ну, вставай давай. Милопай. Опа, легавые. Че надо? Гражданин Полетаев, вы задержаны по подозрению в убийстве. Пройдемте. Да пошли вы. Волки позорные. Живым не дам. Что, без самодеятельности тут? Ну, вы это, мужики, расходились бы, что ли? Где вы были прошлой ночью, Захар Кузьмич? Где, где? Люську искал, чтоб ее. Нашел бы, убил. Так, может, вы ее убили? В смысле убил? Кого? Люську? Тело вашей жены лежит у нас в морге. Так где вы были? Да, так в бар зашел. Ну, как бар, наливайка при магазине. Там сказали нету, ушла. Пошарился по деревне. Нету. А дубак такой ночью был. Ну, я думаю, да фиг с ней с Люськой, припрется же все равно. Тогда и порешаем. Пришел домой, накатил для сугреву. Показалось мало. Ну, я и продолжил. Задрых, видать. А потом Юрец Работин приперся с Северцевым. Звали ледяную идию ловить. А я с бодуната не врубился, что им надо. Пока вы жену искали, вы Чечкина встречали? Видал, а как же. И рыло его поганое набил. Как человека спросил его, Люську видел? А он мне на зеновалах ищи. Проститутку свою. В следующий раз башкой будешь думать, прежде чем вякать. Гнида. За что ее-то? Люську-то мою. Люсьеньку. Ничего. Мужики ее поймают. Эта ледяная тварь за все ответит. Увидите. Изловят они ее. Слышь? Изловят и растопят. Еще, мужики. Давайте Люську помянем. Добрая была баба. Душевная. Ледяная, не ледяная. А баба? Она морозит, а мы ее поймаем. И жарить будем. Ну что? Надо идти. Пошли. Целый зверинец приволкли из дома Политаева. Валерия Николаевна, у Политаева в крови почти два промилля алкоголя. Сильнейшая алкогольная интоксикация. Прошлой ночью он не то что трупы замораживает. Он ходить вряд ли мог нормально. Образцы волчьей шерсти из дома Политаева не совпадают с шерстью, с одеждой жертвы. Да, Коля, что у тебя? Это, это бригада Юрки Работина. А они у нас на лесопилке шабашат. Все в сборе. Только Васьки Северцева нет. Это те архаровцы, что вчера собирались лизненую дебу ловить? Они самые. Да, Галь, я еще токсикологию проверю, но причина смерти очевидна. Полнокровие и отек почек, легких и пищеварительного тракта. Отравление метанолом. Да, и у всех троих одна и та же корзина. Надо срочно изъять всю водку в местном магазине. Если в ней метанол, полдеревня потравится. Да, они и так на нас вкусы смотрят. Вот эта их дева вторую ночь подряд выставки ледяных скульптур устраивает. А тут еще такое. Как бы водочный бунт не случился. Ну да. Вот здесь мы с мужиками и зависали. Перед тем, как идти бабу эту ледяную искать. Ну и как? Нашли? А что смешного-то? Нашли. Мужики! Ледяная баба! Бегите! Я же тебе говорил, без самодеятельности. Да я сам сто раз пожалел, что пошел. Но я как увидел эту бабу, чуть не обмочился. Как рванул. Мужики где-то сзади остались. Я даже не оглядывался. Ну а где это было? Запомнил? Место показать сможешь? Ну думаю, что смогу. Она же, наверное, только по ночам бродит. Ведь да. Днем ее никто не увидел. Не боись, Васька. Мы ж приоружии. Вот только с лесопилки следов метанола нет. Обычная водка. И прикладывались они к ним все вчетвером по очереди. Судя по слюне отпечаткам, Северцев тоже пил. Вот она, тихая сельская жизнь. Как только здоровья хватает, чтобы пить. Странно, что у них там только ледяная дева. С такими объемами. У них там и лещие с водяными могут быть. И кофей бессмертный. Вот, вроде, где-то тут я ее и видел. Да, вот. Здесь. Здесь. Вот куда ледяная дева в гости наведывалась. Это чей дом? Так баба Глаша здесь живет. Глафира Капитонова. Только вы это, давайте как-нибудь сами с ней без меня, ладно? Не люблю я ее. У нее глаз дурной и рот черный. А это что, угроза? Надо навестить эту бабу Глашу. Как у нее отчество? А, Макаровна. Макаровна. Глафира Макаровна. Я майор Круглов. Федеральная экспертная служба. Скинь. Скинь, охаянная. Отче нашей си на небеси. Ну, когда-то она все-таки оттуда выйдет? Вопрос, когда. Да, консервов у нее до весны хватит. В деревне Малые Ельцы находят трупы, превращенные в ледяные статуи. Все жертвы – местные жители. Все умерли в результате несчастных случаев. Односельчане грешат на мифическую ледяную деву. Работники местной лесопилки решают ее поймать, и почти все гибнут. Единственный выживший утверждает, что своими глазами видел ледяную деву. След босых ног из леса ведет к дому старухи Капитоновой. На стекле дома надпись «Умри». Ни в одной изъятой в селе бутылки водки метанола нет. Где же они его раздобыли? Кровь. Кровь на осколке стекла человеческая. ДНК принадлежит неизвестной женщине. Так что ледяная дева – это не сказочный монстр, а вполне реальное существо из плоти и крови. А я вот как-то начинаю в этом сомневаться. Кристаллы снега в этом следе спрессованы, но не растаяли. Хотя от тела и плоти человеческой должны были. Ноги, которые оставили эти следы, не излучали тепло. Может, ледяная дева вправо существует? Метанол. Им была сделана надпись на стекле. Опять метанол. Вот я уверена, что всему этому должно быть какое-то разумное объяснение. Единственная живая родственница Гулафира – ее дочь Анна Капитонова. Она обитает в славном городе Малиновске. Я пробил ее мобильный пять дней назад, а не кто-то звонил с номера почтового отделения в Малых Нельцах. Ты смотри-ка, а на следующий день ее мобильный регистрировался в соте села. Очень странно. Участковый говорит, что за семь лет ни разу не видел, чтобы в Гулафире родня проезжала. Беда, это не все, значит, участковый Митрофанов, проверенную ему территорию. Поставьте сюда басовую ногу, пожалуйста. Я этот грибок не подсплю. Не волнуйтесь, у нас все стерильно. Рот откройте. Вон капитоновая проблема с деньгами. Ее недавно на работе сократили. Ого! И три кредита. Почти на сто двадцать тысяч. От доходов нет, одни долги. Да еще и квартира съемная. Не найдет денег, окажется на улице. На морозе. Анна Петровна, с какой целью вы приезжали в Малые Ельцы? Почтальонша звонила. Мать же из нее просила слезно приехать. Я лет десять не была. Глаза бы мои те Ельцы не видели. А приехать зачем? Да, извиниться хотела. Я думала, она от души. Столько лет на меня волком смотрела. Ну, думала, наконец, помиримся. А ей, оказывается, батюшка в церкви велела извиниться. А что-нибудь еще она говорила? Да, пургу всякую несла про эту свою ледяную деву. Ну, это такая местная легенда. Она эту деву боялась всю жизнь, ну, вот прям до чертиков. Меня даже било, если я дверь закрывать забывала. Ей лет пять когда было, они с отцом возвращались из соседней деревни, и он ее пьяный в лесу потерял. Она еле живую тогда нашли ее. Она обморозилась вся сильно. У нее даже шрамы на щеках остались. Ну, она вроде как в этом лесу эту ледяную деву и видела. Вот, боялась всю жизнь потом. На осколке стекла из дома Глафира Капитона, микроф Анны. В своем доме Глафира приописана одна, но недавно оставила завещание. Выгода приобретатель Анна? Если вы дочь в пролете, все наследство завещано местной церкви. Значит, у Анны прямой мотив пугать мать. Из-за таких глюков Глафира могут признать недееспособной. Из завещания можно оспорить. Скажите, вы знали, что мать составила завещание не в вашу пользу? Да, от нее, в общем-то, и узнала. Ма, ну, ты все-таки подумай. Там село хорошее, ко мне поближе будешь. Ну и никакая ледяная дева тебя там не достанет. А этот дом продадим. Дом завещан в церкви, дура. Ледяная дева за мной приходила. Только в церкви спасение. Только боженька поможет. Мам, ну какой боженька? Какая ледяная дева? Тебе совсем мозги промыли, да? Вон отсюда! Дура! Богохульница! Нет у меня дочери. Проклинаю тебя. Мать живет одна в шикарных хоромах. Ну вот она согласилась бы дом продать. Ну, мне бы третьей суммы хватило, чтобы купить маленький домик под Малиновском. Ну и мать бы могла переехать в дом поменьше. Все равно эти огромные хоромы ты толком и не протопишь. Ну вот зачем ей? Нет же, она все себе, да и о себе. Всю жизнь всегда все только о себе. Мне за все детство ни конфетки, ни ласкового слова. Одни только синяки от нее и видела. Сбежала вон, как только смогла. А теперь? Она папин дом церкви отписала? Ненавижу. Не Анна эту углаферба до окна выходила. Да, спасибо. И обувь в квартире Анны ничего не дал. Никаких следов волчьей шерсти или метанола. Тем не менее, на последние два дня капитановой младшей алиби нет, а мотив есть. Так что она пока посидит в камере. Да уж. Если она в этой чертовщине замешана, то трупы должны наконец-то закончиться. Баба Дуся с утра мимо проходила, поздоровалась даже. Потом, как дошло до нее, что случилось, она такая села. Так ее в больницу сердцем и отвезли. Тело надо срочно доставить в ФС. Федор Матвеевич, организуйте понятых. Надо помощь вызывать. Пойдемте. Причина смерти – отравление угарным газом. Угорила во сне? Не похоже. Уровень адреналина в крови повышен. Она тоже, как и остальные перед смертью, чего-то сильно испугалась. Или кого-то. Ведь кто-то же заморозил ее труп и установил около окна. Знакомый волк опять отметился. Пора ему кличку давать. Лидок очень подходит. Чего же он линяет так? Думаешь, легко в помощниках у самой ледяной девы ходить? Так и облысеть можно на нервной почве. Николай Петрович. Тихо, тихо, тихо. Давай сюда. А бабка, видать, боялась угореть. Заслонкой ты давно не пользовалась. Все в пыли. Так. Так, а здесь, похоже, был тайник. И что-то в нем лежало, завернутое в старую тряпку. На ткани из тайника микропрагменты, ювелирные эмали и золото. Это что-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда закатилась? Без детектора и не нашли бы. В общем, трубу дымохода снаружи заткнули тряпками. Тяга пропала, угарный газ пошел внутрь, ну и бабка угорела. А это что? Колечко. Кольцо было похищено при нераскрытом грабеже 35 лет назад. Муж Глафиры, Петр Капитонов, оказывается, умер в тюрьме, туберкулез. И сидел он как раз за грабеж. Я тут как раз пазл собрал, не хочешь взглянуть? Лицо вырезали. Ну зачем? Эта фотография вообще досталась. Видишь, Петр здесь держит кого-то за руку. Это по размеру пальцев ребенка. Лицо Петра вырезали недавно, а вот второму срезу много лет. Что же это за ребенок-то? А почему его вырезали? Похоже, за плечами Петра Капитонова была целая серия удачных грабежей, которые не связали между собой. Награбленное он мог прятать в печи на черный день. Когда Петра осудили, Анне не был год. Она вряд ли знала о тайнике. Зато о нем мог знать ребенок, вырезанный из фотографии. Я тут покопалась в архивных документах. У Петра Капитонова от первого брака была еще одна дочь, Света. Ее мать умерла, а Петр женился на Глафире. Но новая жена девочку удочерять не стала. А после смерти мужа Глафира сдала Свету в школу-интернат для трудных детей. А потом как-то умудрилась вымрать ее из сельских документов. Она, скорее всего, заплатила. Ну да. Она, может, и не помнит, что у нее есть сестра. Ей было полтора года, когда Свету отправили в интернат. А где она сейчас сестра? Неизвестно. После выхода из интерната след Светланы Капитоновой теряется. Светлана могла знать о тайнике отца. И, наконец-таки, решила добраться до золота. Глафира-то с родной дочерью так обошлась. А уж пачерицу бы и на порог не пустила. Вот именно. Я думаю, что главной задачей Светланы было убрать мачеху из дома. Поэтому она и решила ее напугать. Она не хуже сводной сестры знала, что Глафира с детства боится ледяной девы. Если бы у старушки случился инфаркт, или ее бы забрала психиатрическая скорая, то путь к тайнику был бы свободен. Но Глафира заперлась в доме. Поэтому Светлане пришлось пойти на крайние меры. Вот только посторонних женщин в селе не видели, где Светлана могла прятаться все эти дни. А может здесь? Что это за здание в лесу? А, так это избушка лесника. Как лесников посокращали, так она пустая и стоит. Она в порядке, но там постоянно никто не живет. Давай-ка прогуляемся. Ладно, я тут закончу с обыском. Вас догоню. Я же говорил, тут никого нет. Видал? А говоришь, никого нет. Петрович, как слышно? Прием. Петрович? Черт. Петрович! 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 Живой. Скорую? Степа. Скажи так. Степа! 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 Че ты стоишь? Скорую давай! Степа! Степа! Товарищ майор, будет скорая уже не поможет. Труповозку вызывать надо. Степа! Степа! Как же так? Степа! Как же так? Галина Николаевна, есть. Светлана Капитонова была на заработках на Урале. Я связался с членами ее бригады. Говорят, сошлась там с Василием Северцем. Это тот самый шабашник, который ловил ледяную деву, а остался жив. Он сообщник. Надо нашим. Пакуйте его, ребят! А ну стой, тварь! Стрелять буду! Не стреляй! Не надо! Мы все расскажем! Ногу подними, подошву покажи. Из-за вас погибли семь человек. И один из лучших сотрудников ФЭС. Это все рок, судьба, понимаете? Мы никого не убивали, а не сами. А Глафира Капитонова, она тоже сама себя убила? Глафира, она... Она меня всегда ненавидела. Как только папа не встала, она сдала меня в детский дом. А все имущество забрала себе. Я вообще в эти ельцы не вернулась бы никогда, но просто однажды после работы фильм увидела. Ну, про сокровища. И у меня в голове как будто щелкнуло что-то. Смотри, Светка, это все твое будет. Папа сказал, что это мое преданное. Понимаете, мое. Не Глафирина, не Анькина, мое. Оно не ваше. Это золото украли у других людей. Так что ближе к делу. Что случилось с Политаевой? Она увидела меня у дома Глафира. Ну, испугалась, конечно. Побежала, споткнулась и ударилась головой. И все. И вы решили сделать из нее статую? Ну, просто Глафира оказалась не из Рубкова Десятка. Она закрылась в доме и жрала одни консервы. Ну, я подумала, если мы сделаем ледяную статую, эта старая ведьма точно не выдержит. А пока Люську тащили, мы в сугробе архипа нашли. Уже мертвого. Шерсть волка на всех трупах с меховой накидки Светланы. А мне версия с ожившим чуть ли больше нравилась. На одежде Северцева следы сажи из дымохода Глафира. Это он убийца. Я никого не хотел убивать. Ни напарника вашего, ни участкового. Я Светку спасал. Ну, это ты на суде расскажешь. Что случилось в ту ночь, когда погибла твоя бригада? Мы с мужиками договорились, что если потеряемся, встретимся на том же месте, на лесопилке. Я сначала всех отговаривал, бабу эту идти ловить. Ну, а потом все бухие, смелые. Света, ты что, с ума сошла? Ты что, высунулась? А если бы поймали? Не поймали же. Не поймали. Давай бегом отсюда, мужики рядом. Давай, давай. Я на лесопилке метанолу нашел, но и отлил чуток, чтобы надпись, не замерзающая на стекле Глафира, сделать. А Работин меня спалил. Я ему сказал, что это метанолу. А он идиот не поверил. Ну, вы страх-то натервелись, мужики. Ну, к черту эту бабу. Согреться бы, а. Нашел. Нашел. Васька, нашел. Нашел, где этот начальник лесопилки. Ир прячет. Так это же вроде метанол. Не потравимся? Да какой метанол? Это не ком, чтобы они пили. У меня на это дело нюх. Мужики. Мужики, вы че? Метанол жрали? Юра! Юра! Твою мать! Я б ему вышку дала. Много ему вышки. Пусть сидит. Данилов, ты чего приперся? У тебя клиническая смерть была. Ты лежать должен. Ну, умер, умер, не спори. Но я же на три минутки мозг не задет. Вы с мужем превратились в хладнокровных убийц. Вы сами стали ледяной девой, которой пугали людей. Это Глафира меня такое сделала. Вот она ей поплатилась. Значит, она победила. Че-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Ванечка, Ванечка! Солнце мое, все хорошо? Ты переработала. Иди домой спать. Дай-ка.